С каждой недели в столице Хакасии всё шире фронт дорожных работ. Наряду с магистральными улицами Абакана они затронули и путепровод на Тараса Шевченко. В конце мая подрядчики УКХТ-администрации города приступили к ремонту виадука. В нынешнем сезоне на нём полностью заменят асфальтовое покрытие. Впервые за долгие годы. По разным оценкам, путепроводу уже как минимум 55 лет. Мы в прошлом году отремонтировали виадук по улице Мира, сделали его капитальный ремонт. Практика показала, что мы использовали уже совсем другие материалы. Мы использовали твёрдые породы, скальник при подготовке асфальтобетонной смеси. В наших планах точно по такому же принципу отремонтировать виадук по улице Тараса Шевченко. В настоящее время мы осуществляем замены бордюрного камня на всём протяжении. После чего у нас уже подрядчик зайдёт и будет полностью ремонтировать дорожное покрытие на виадуке. Ну и кроме этого, нам необходимо отремонтировать пешеходные дорожки, которые идут по виадуку. Таким образом, первоначальный план работ по ремонту виадука на Шевченко на минувшей неделе скорректирован. Для подрядчиков появился дополнительный объём. При замене бортового камня выяснилось, что ограждение вдоль пешеходной зоны также требуется обновить. И сделать это нужно параллельно с установкой бордюров до сплошного асфальтирования проезжей части. Было принято решение, что их необходимо будет демонтировать с вывозом на спецавтобазу, для того, чтобы в дальнейшем их отремонтировать, покрасить, установить на место. Ну и, соответственно, коль уж мы приступаем к демонтажу ограждений, было принято решение ещё и выполнить работы по асфальтированию пешеходных дорожек. И таким образом мы говорим о том, что ремонт виадука, вот именно асфальтобетонного покрытия, будет произведён в комплексе не только дорожного полотна, но и пешеходных дорожек. Работы ведутся с опережением графика. Если всё будет удачно, то, в принципе, недели через две, через три можно уже подводить какие-то уже итоги по виадуку. В период проведения работ по замене бортового камня и ограждений на виадуке подрядчики вводят локальные ограничения для движения автотранспорта по одной сторон, по направлению от гавани к муниципальному рынку. А для выполнения работ по ремонту дорожного полотна путепровод необходимо будет закрыться всем. Об этом коммунальщики Абакана уведомят горожан заранее.